Радио Шок У нас сегодня второй эфир, тоже с московской командой И имя ей Карабус Привет, ребят Привет, привет Представьтесь для слушателей, кто вы, как вас зовут? Александр, вокалист группы, Егор, вы барабанщик, Николай Гитарист И Никита Второй гитарист Мы пока сегодня в малом составе Ну, малый состав это у нас когда один-два человека, а вас-то прям четверо Ну, нас-то больше Нас шесть Нас сегодня всего треть Ну, можете всем составом явиться, когда будете в Питере Это обязательно Хорошо, ну и вот перейдем, значит, к основному Четвертого июня в Москве пройдет отборочный на фестиваль «Калининград-инрок», где вы примите участие Расскажите об этом мероприятии Ну, за это у нас Николай отвечает, поэтому он ответит Ну, заинтересовало то, что это, так сказать, ближе к Европе немножко Все-таки у нас посыл больше в ту, наверное, сторону У нас все текста на английском языке И, наверное, хотелось бы все наше творчество туда ближе принести к Европе, вроде Калининград Как бы такая хорошая тусовка Фестиваль достаточно старый, ну, относительно там, как я слышал, больше десяти лет Ну, что я старый уже? Ну, да, как бы, десять лет — это возраст, вот, и хотелось бы, конечно, туда, там выступить Идея в том, чтобы просто расширить рынок слушателей, потому что мы уже как-то пробовали участвовать в такого рода фестивале в виде «Эмергензы» Пытаясь выйти в финал для того, чтобы самый ключевой момент в том, что была возможность выйти в Европейский республик, на фесты выступить там, показать свой материал Ну, не вышло ковид, соответственно, там много разных нюансов дополнительных было Вот сейчас будем пробоваться с помощью вот этой вот улички, дорожки, перелезть через амбразуры русских металлических дверей в наш формат Ну, здорово Вот видела также, что подавали заявку на «Форт Новорок» Как там у вас дела обстоят? Прошли, не прошли? Пока неизвестно? Пока ничего неизвестно Мы в свое время подавали туда заявку Была конкурсная основа в виде голосования Надо было выйти из группы на первом месте Мы сделали абсолютно все Вышли на первом месте и нам сказали то, что Ну, последнее слово за организаторами И нас прокатило Сейчас пока еще неизвестно, кто прошел, кто не прошел Когда это будет известно, тоже не говорят Как бы там они информацию дают так постепенно очень Ну, вот и растягиваю удовольствие, так сказать Пока затеешь Так что пока просто ждем Обидненько, что так получилось там А на улета и не пробовались? Тоже довольно масштабный фест Насчет улетаев и вообще наших именно местных фестов Есть один такой нюанс Мы первоначально, когда начинали вообще весь свой музыкальный движ Телега заключалась в вот чем Мы забрали достаточно большое количество материала Потом три года его там прессовали, шлифовали, причесывали И все было здорово Вот, и когда мы начали пробовать выходить на сцену Поначалу было непросто, а как минимум показать саму жанрику Потом мы столкнулись вот с какой историей Каждый раз, когда мы подавали заявку на определенный именно российский фестиваль с отборами Происходила вот такая картина, что мы проходим там полфинал, полуфинал И по итогу нам говорят, что парни, ну все здорово, классно играете, все круто Но очень большой жирный нюанс Вы не формат То есть просто не то, что мы ищем И там уже не был какой-то разбег в сторону того, что призывательских симпатий Кому бы там понравились и не понравились Сколько бы проголосовало людей за наше участие в фестивале Все включалось сейчас историей, но только в том, что форматика абсолютно не та Жанр искали, а не ровно не тот, который мы предлагали Поэтому, вот, я думаю, по этой причине мы больше не подаем с ней Ну да, это, конечно, обидно, что таким образом делят У вас же музыка такая классная и качественно сделана И почему-то вынуждена страдать Ну, видимо, таковы законы нынешнего Такие реалии Да, таковы реалии Видимо, рынку сейчас хочется двигаться в сторону того, что больше покупается, нежели больше слушается Но мы тут, к сожалению, делаем максимум от себя Именно подаем жанр Мы очень надеемся, что это вернется когда-нибудь Просто металл всегда был какой-то обособленной музыкой, которая стала особняком от других стилей, жанров На него мало того, что сложно найти определенного слушателя Так и мало того, еще надо его позвать, пригласить, заинтересовать своим материалом И сделать это в два раза или в три сложнее, чем тем же хип-хоп-исполнителем или поп-исполнителем Да, и на сегодняшний день, получается, за счет того, что наш жанр в данном случае забивает прям плотно-плотно в рамки Это становится все сложнее, и мы за счет того, что мы не можем этого просто показать Ну, да, соглашусь Вот, ладно, у нас, кстати, есть чат, куда можно вопросы писать И вот пока народ подключается и думает, что же им написать Предлагаю послушать песню Называется она Эрис, если правильно назвала Айс Ага, можете о ней рассказать, что это вообще за песня, как была написана? О-о-о Вообще Эррайс, по-моему, это далеко не первая песня, которую мы написали То есть, когда собирался альбом, у нас альбом же начинается с Риса, да? Да, с Рис, да Мы внутри группы называем ее Рис Рис? Вот, и эта песня была написана, по-моему, уже почти тогда, когда альбом почти весь был собран Самый последний И это было абсолютно случайно, мы пытались найти какой-то формат песни При котором можно было бы зацепить достаточно большой массив слушателей За счет разногранности жанров внутри То есть, это уже не какой-то металл, скорее больше уже в сторону альтернативы Ну, плюс-минус, да Эквиваленте, где достаточно читаемо собранный шаблон Ну, как правило, в музыке есть, как вы понимаете, коммерческое предложение Музыкальное Вот, краски Рис, это один из тех представителей, которые являются полноценно коммерческой песней Собственно, поэтому она и открывашка альбома Поэтому она и одна из любимых многих, кто нас слушает, потому что она достаточно читабельная В истории конкретно ее написание, блин, сложно сказать Я принес эту песню, свои наработки Когда мы, по факту, еще были состоявшимися музыкантами Я ее принес, показал И на что мне наш вокалист Александр сказал Вот эту планочку поднял И вот с этого момента это была точка отсчета Когда мы начали ее поднимать и дальше вот с нее идти Второй, кстати, вот из «Собегаемого вперед» стал и «Дабуде Кенвой» Вот тогда уже мы начали ощущать свой жанр, свою музыку совершенно иначе То есть в сравнении с тем, что мы делали там четыре года назад Не просто склепать куски, а сейчас это уже осознанно То есть полноценная модерация сейчас со всего музыкального контекста абсолютно иная Как мы видели ее раньше, что происходит абсолютно Ну, так что с этой песней это была такая точка отсчета, отрыва от того, что делали до Текст у нас пишут барабанщик, в редких случаях я И то бывает так, что чаще он, но я просто вношу какие-то коррективы за счет звучания текста Как также инструментальной составляющей внутри песни То есть, как правило, это все вот его заслуга Поэтому вот, что касаемо текста, вот такого можно сказать, что там происходило в этот момент Да, по классике жанра борьба с собой, борьба с внутренними преградами Знакомый каждому слушателю посыл Все предельно просто И так у нас сейчас в прямом эфире на Радио Шок прозвучала композиция группы «Корабус» Музыканты которой наши сегодняшние гости И расскажите, как вообще был основан коллектив? Это интересная история Да, это интересная история Значит, сидел я как-то еще молодой и зеленый дома И ко мне подходит на тот момент, получается, мужчина Уже интересная история Да, мужчина моей тети Не, 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 не И говорит Нет, нет, сначала началось все с того, что мы с Никитой искали, ну, нам было лет 15 Мы искали барабанщика Даже если меньше, наверное, лет 14 И мы нашли Егора в интернете по объявлению Вконтакте, да А потом, как оказалось, немножко забегая вперед То, что наш вокалист учил играть на барабанах нашего барабанщика Да, и мы учились в одной школе Просто так совпало А потом вот эта замечательная история А потом вот эта замечательная история Говорит, да, я сидел дома, ко мне подходят Мужчина моей тети И говорит, у меня вот сын тут есть Говорит, ну, играет на... На чем ты играешь? А, точно Играет на гитаре Прям вот, ну, роскошно Прям играет роскошно И есть огромный план на то, чтобы собрать группу Давайте, может быть, как-нибудь состыкуемся И вообще посмотрим, как это будет работать Я говорю, ну, хорошо Через день-два Значит, приезжает ко мне Николай с отцом Все хорошо У нас, по факту, первоначально было битых взглядов Молодые, горящие Пока никто не понимает, что происходит Значит, я отдал Квали гитару Он мне там продемонстрировал свой скил Я такой оценивающе Ну, мол, сойдет Типа ничего Да, да, да Можно и лучше И потом, буквально день-два-три Он сказал, что у него есть барабанщик Все здорово Но он мне не сказал, кто Да И мы первого встречаемся с твоей базе Нет, ты меня спросил Я знаю все в городе Типа, кто этот такой Я тебе сказал, кто это А, или так Ну, да Короче, смысл в том, что для меня Егор был, в принципе, реально сюрпризом Что, действительно То есть мы с ним не виделись очень давно Со школы А мы не общались в школе Ну, кроме вот тех вот этих музыкальных Всевышлений А самое интересное, что все это происходило без Никиты Вот, на этот момент Саша был вторым гитаристом Вот, мы изначально были два гитариста Потом он взял в руки гитару Начал петь Я говорю, слушай У нас становятся более-менее, ну, такие тяжелые Как бы рифы Я говорю, выкинь гитару Ты классно поешь Я говорю, будем искать второго гитариста Вокалиста Гитариста найти легче, чем вокалиста Приходит Никита с армии Выберем его вторым гитаристом Я его учил играть на гитаре А басистом становится мой отец Да Прикольно Потом мы начинаем, значит, эту историю крутить-крутить-крутить-крутить Понимаем, что для всего эпатажа не хватает чего-то такого Прям вот прям перчинки Какой-то такой Вишенки на торт Не, не, в данном случае Прям вот надо было еще, прям вот еще, еще ярче все это делать А, и мы уже успели отыграть пару концертов отборочных Как раз, как помнишь там? Мы отыграли вот таким составом И мы понимаем, что нужно какое-то прям шоу И, значит, Егор предлагает своему брата Мирона Младшего 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 Он был 16 лет, когда он там Да, 16 лет он был И он приходит на репетицию Вот, ну, вы видели То есть, когда он был на концертах Видели, что такое Мирон Наш трезисман группы И вот, понимаете, да, стоит Егор Который там вот примерно там Наш его рост чуть ниже И вот ровно почти на голову Выше его младший брат Весь такой с хвостом В волосах Такой прям брутальный тарзан И он говорит Это мой младший брат Шок был бешеный Вот, но в итоге это сыграло нам только на руку Потому что его полностью эпатажный визуал С учетом маски В формате вот этих всех демонических движений Получился просто вот прям как визитной карточкой И потом, когда мы уже были На других отборочных Красный Революшн Просто, да Потому что на Революшне Вот как раз таки там был один из прекрасных Там Сэшнов И Мирон себя показал просто Первый раз Да, Мирон себя прям показал И показал себя очень достойно Была и какая-то Медийная движуха Была Он же в самом туда выходил Да, был барабан Мы вот еще делали такую фишку Что он выходил с Перкути И с помощью этого делал всякие движения Связанные с толпой То есть заводилось Прямо все очень здорово Прямо очень здорово И по факту Вот после этого момента Прямо все закрепилось Ну, со временем чуть-чуть Начало это все приедаться Он по факту стал бэк-вокалистом Обзавелся своим инструментом Он сейчас как бы сэмплер Наводит шуму Как бы за Ну, все так застается Да, так же за водилой Да, но со своим инструментом У него есть четкие Это уже называется Ну, эскалация Но вот именно в плане состава Группа Вот как вот тогда Все это собралось И по сей день Вот Так укоренился состав Да, все Так и играем Ну, здорово И забавно получилось Что по сути Все с юных лет знакомы Это интересно А вот образ Мирон выбрал сам себе То есть, ну, с чего Вот это вот вообще началось? О, это вопрос У нас была песня Black Black number one Она пелась про демона И женщину легкого поведения Вот И мы хотели под эту историю Как бы сделать такую мини-сценку И мы ее сделали И мы ее сделали И получилось так Что это немножко вошло Это понравилось людям Как бы они увидели что-то Непонятное Скачущее на сцене Вечно орущее Вытаскивающее там Заряжая барабан в зал Делайте что хотите Со мной с этим барабаном Кидались мы мясом Кидались Да Сердцем Кидались на настоящем И кусь И кусь А свиное сердце просто Оно очень похоже на человеческое Да Потом У нас Он решил одеться В феечку Винкса И на метал-концерте Раскинул блески Он пускал Переломный момент Так что образа Мирона Это такая вещь Она очень Стабильная Стабильная Да Стабильная Была Да Была Сейчас Приходим Более К единому Одному Образу Который укоренится И будет На протяжении Долго Долго Время Да Не Ну это здорово И то что меняется Постоянно Тоже интересно Оригинально Как бы никогда Не знаешь Чего же ждать Вот Мы тоже не знаем Что ждать Если честно Ну тема интереснее И вам в том числе Ну Хотелось бы Немножко Все таки Ясности Чтобы вы были в курсе Ну Пусть будет Приятным сюрпризом Не всегда приятно Так пойдет Самое главное Ну да А у вас же получается Долго время Группа существовала Чисто в качестве Студийного проекта Как я поняла Да Ну да Да Но получается Мы на сцену вышли Спустя Четыре года Не Три года Где-то года Три года Мы прям честно Точили свой материал Прям не вылезая С репсионных Студий Причем Репсионные студии Как раз мы меняли И не один раз Да Постоянно Что-то там Было не так Либо Пропадал где-то звук Либо ломалась аппаратура Мы пытались Дополнительно найти Еще Студию Так чтобы нам было Комфортнее добираться И при этом Как бы Была аппаратура И звук Да При этом Чтобы по цене Кусалось Все было непросто В плане поиска Кстати Очень Это реп-бас Но в итоге Николай Все это Организация Занимается И вот Получая С поиском студии Тефестов Все это Все на нем И вот Кто у нас Лемур Вот мы Собственно Лемуре Тихо-тихо Реклама Название студии Называть Я думаю Можно Это вот Название Радиостанции Называть Нельзя Почему Потому что Мы не занимаемся Рекламой Хорошо Ну так вот Короче говоря Значит Открыли себя Вот эту Реп-базу Все Зашло И качество Звука И по цене Сошлись И вот Мы уже долгое время Тут репетируем Стабильно И всегда Генеральные репетиции Здесь делаем То есть У нас тут Все устраивает Все хорошо Даже есть своя личная комната Которая мы постоянно Да Нашу мы Подписали Здорово А вот Получается Вы же Первый альбом Писали Что-то Довольно Долгое время Насколько я тоже Помню Почему вот так Технически Почти все Песни Которые Есть в этом Альбоме Изключением Тех От которых Мы либо Отказались Либо Реконструировали В угоду Других песен И пересобирали Отдельные треки В течение Тех трех лет И писались То есть Вот мы каждую Эту песню Вытачивали Заключением От последних двух Это Ирай Седа Будет Кейн Вай Которые Мы уже Собирали В самом конце Видимо За счет того И дарт Я считаю Я просто Про то Что именно Пока мы Причесывали Те песни И скилл Рос И понимание Своего Своих возможностей Своего Продукта В виде музыки Конечный вид творчества Конечный вид творчества У нас сильно поменялся И поэтому Мы выпустили этот альбом По двум причинам Если уж так откровенно Во-первых Эти песни уже были полноценно готовы И реконструировать Ух уж было Не было смысла никакого Они просто фиксированы Оставлять их В сторону Там Сэмпла Не сэмпла Как-то Сингл Их выпускать по одной Не было так же Никого смысла Тем более Что до этого У нас был Небольшой эксперимент Мы ездили в студию Где Не совсем Конкретно поняли Нашу задачу В плане металла Написали По-моему Три трека Три трека И еще два Ну вот Пять песен И по итогу Мы все перезаписывали Да Мы все заново перезаписывали Ввиду того Что они звучали Действительно Просто как демо-версия Нашего материала Потому что Не звучало абсолютно И поскольку Мы уже представили Пять песен Мы решили Что пора Просто скомпланировать Все в альбом Правильно собрать И Просто выпустить Чтобы выпустить И просто выпустить Потому что уже пора Они просто залежались То есть Либо мы их просто выкинули Либо они бы Сработали Именно как наше Первое Вступление На музыкальную помощь Ну здорово А почему решили Именно в таком жанре Работать? А тут все просто Мы просто Все металласты Металлоиды Металлофилы Металлофилы Если немножко Пофилософствовать На самом деле Мы все в группе Вот все шесть человек Достаточно в жизни Очень спокойные люди Да Как бы Там Не ищем какой-то агрессии Кроме него Но она Как-то все равно Накатывает И у нас есть Даже Текста В принципе Связаны с этим Да Связаны с этим Что как бы Вот этот весь негатив Он к тебе накапливается И его надо куда-то отдавать И мы это отдаем на сцене Всю агрессию Да Как бы Работа с залом Все это Выплескивается И мы после концерта Такие свеженькие Бодренькие Можно дальше А самое классное То что Именно та вот эта энергия Которой мы заряжаем людей Да Она там злая Негативная Агрессивная Но она направляется Сугубо на положительное Да Созидательное русло Чтобы люди после концерта Выходили такие Вау Что это сейчас было Я разрядился Да Я разрядился И зарядился одновременно Что вау Вот это сейчас было так круто Что я там Хочу жить Творить И процветать Да И значит Мы делаем нашу музыку Играем ее вживую Не зря Если люди от нее кайфуют Получают искреннее удовольствие Вот Ну да Хотя признаться честно Кстати Вот Там поначалу Когда мы только-только начинали Знаете Вот Классические такие запилы Были рисунки Больше В сторону Там Хард-рока Да Или там Мы на этом выросли Хаби-метал Да Да И То есть Стартовые зарисовки Были совсем другие Абсолютно Все По-моему Кстати все поменилось В тот момент Когда я бросил И стал на вокал Вот в тот момент Вот Наш Жанрик Все Утяжелилось Все пошло нормально Все встал на свои места Да Вот еще такой вопрос Сейчас многие англоязычные команды Начали писать песни На русском языке Вы не думали о таком? Не котируем эту херню Вот честно Потому что Во-первых Два есть Постфактума То есть таких прям Определенных Тезисных массива Во-первых Очень редко Когда на метал Сцени С метал Звуком Со всей этой истории Звучит русский вокал Потому что Русский вокал Русский текст Потому что Во-первых Русский язык Не настолько распевчатый И настолько рывковый Он достаточно Молотковый И достаточно Жесткий Грубый Да Грубый Для того чтобы И так Грубые мелодичные составляющие Еще вводить Такой текстовый То есть Вот такой прям Абразив Который уже будет Прямо скрежетать Весь общий Да Вот этот слуховой Сегмент И поэтому То есть мы от этого Отказались От русского языка Хотя Из-за идеи были Но все-таки нет У нас еще есть Один такой важный момент Как Мы используем Наш вокал Да Вот Когда наш вокалист Исполняет Тексты Он выступает В качестве Дополнительного инструмента Причем Как мелодического В мелодичных местах Так и ритмического Да Когда У нас нужно дать Какую-то молотковую Забойную часть То есть Наш вокал Он соответственно Используется Как шестой Дополнительный инструмент Что нам в принципе Очень помогает И английский язык В этом Как раз Подходит За счет Как никто другой Да Русский Так он бы не подошел Ну и плюс Всем он все-таки Международный язык Каждый гайлог мира Может нас услышать Да Опять же Да Опять же Да Просто Если сравнивать То есть я там Не хочу быть богословным И так далее Но если вспоминаем Опять же Наш любимый 2007 Где с этим Ребята рвались Все круто Есть очень важное Базисное понимание Что например Примерно близко к нам По жанрике Стигмата Аматери Да Вот те ребята Например вот Стигмату Я первый раз Когда услышал Блин да Было супер круто На тот момент Пока я Не открывал для себя Ровно такой жанрике Зарубежной групп Да И все И вот везде Был один и тот же нюанс Составляющий Именно в звуке Языков То есть Если мы говорим Про металкор Там и так далее И так далее И вот то что делал Пытался делать стигматы Металкорщики Они же Да Вот Когда переходили На экстрим вокал Во-первых Язык Если мы Слушаем На своем родном языке Какую-то песню У тебя Сразу происходит Провокация Для того Чтобы послушать текст Понять о чем песня Там все что ты можешь понять Это только на припевах И соответственно В перепеве Он поет Просто как классический Соответственно Хард рок музыкант Рок музыкант Без перегрузов Без всего И это единственная часть песни Которую ты сможешь Примерно осознать Все остальное Будет полной каши За счет именно того Что русский Так не звучит А как минимум Не для этого жанра Я не говорю Что как бы для всех Опять же Ну Имхо Потому что Может Я просто пока еще В жизни не встретил Не услышал Такой группы Русскоговорящей Которые На русском языке Способны выдавать Качество Равное уровню Качеству Зарубежных групп В формате Звучания Самого языка Поэтому только вот Две причины Я говорил Да Потому что Сказал Никита Что Международность В формате То есть мы можем Специализироваться Где угодно И второе От отсутствия Звучания Этого языка В нашем жанре Ну да Соглашусь Вот Ну и предлагаю Послушать следующую Композицию Называется она Never fucking break me О ней расскажете Да Все просто Можно сразу запускать Просто Просто послушайте Хорошо Тогда Слушаем Карабус В прямом эфире На радио Шок Вот кстати Вот даже По поводу Английского языка У тебя же Недавно Или после нас Было Я не помню About the stars Были сегодня В 9 утра А ну вот Вот я Про них Первый раз услышал Кас услышал За счет того Что увидел У тебя Вот эту Вот презентульку Вот смотри Вот в их жанре Когда они Поют на чистом русском Звучит красиво То есть Влад Да Там по-моему Да Вот Хороший голос Хорошо поет Хорошо откатывается Жанриком Краски В ту сторону 2007 года Все здорово Но соответственно Уже на новый лад Звучит красиво И опять же Второй момент Сегментная ситуация Произношения Никакого у него нет Особо английского И когда Они пытаются Сделать Песенцу на английском За счет того Что он произносит Все на русском Это выглядит дешево Да Это колхоз А при том Что вот они говорили Что они как раз Начали писать на русском Только вот Сейчас В виде сложившейся ситуации А раньше Они работали Только для запада Вот это самое Вот понимаешь Это самое Отвратительное Когда люди В погоне За какими-то Да там Типа О сейчас вот так И мы будем делать Вот так О сейчас вот так А мы вот Вот так будем делать Нужно изначально Да Быть Как-то Своему направлению Изменить своим принципам Зачем Это Это то же самое Давайте Мы будем Ходить Вайлдвейс 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 Ребята Очень хорошо Стартанули В свое время Действительно Порвали сцену Именно на англоязычных Песнях За счет чего В Европе Да Подписались на Плэйблэй У них пошли тупы Все здорово Здорово И потом В какой-то момент Они начали писать песни на русском Они сначала выпустили альбом 50 на 50 на русском На английском А потом Обобсели И ушли полностью на русский И сейчас у них там Чуть ли там Не трампчик там есть Да Короче Ну Да Мы не говорим Что мы там Закрыты для экспериментов Нет Ни в коем случае У нас самих там Полно идей классных Которые мы хотим реализовать Оставаться Да И оставаться все равно В рамках своего Стиля Попробуем там Испанский Испанец Ну а че Г Robot Металнно-испанском Красиво звучит Оригинально По минимуму О А еще Кстати Индусы Классные Классные Уадил Они choses Тринь-дринь-дринь-дринь-дринь-дринь-дринь-дринь-дринь-дринь. Дринь-дринь-дринь-дринь. Саунд вообще будет оригинально. Ну кстати,otaр Whitewood. Мне, чем не понравились чуваки, это действительно свежие взгляды. Да! Они колоритные, колоритный металл такой. Это как Babymetal, тоже со своим. Это, например, если будет... За этот сет они как бы блять очень в выигрышном положении, вот реально. Так их везде приглашают. Блодствоки, там в эти... Плакина. Именно свое звучание. Итак, приветствуем всех подключившихся. В прямом эфире на радио шок программы Рокология у микрофона Анастасия Трибунская и у нас в гостях музыканты группы Карабус. Всем привет! Да. И немного уходя от творчества группы, расскажите, как вообще вы пришли к музыке? Никит, давайте. Было очень интересно. Мне было, не знаю, наверное, лет, ну, не соврать, 7-8, я увидел, как играет мой грёстный на гитаре, и мне почему-то очень сильно захотелось тоже попробовать так. Но, к сожалению, скажем так, запретный плод сладок, и мне сказали, что твоя рука слишком маленькая, давай подождем несколько годиков, и мы подарим тебе гитару. Я послушался, мечтал, 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 интерес рос, причем рос в прогрессии, и когда мне стукнуло почти 14 лет, мы как-то рассидели, ну, скажем так, в компании друзей, вот, и я узнал, что Коля играет на гитаре, говорю, а покажи-ка мне... Покажи-ка мне баррес, говорю ему, и как он мне показал баррес, как у меня пачка сигарет, да, в итоге за, наверное, за 2 месяца я освоил, ну, вот этот вот наш, так сказать, фундамент всех наших песен, аккорды, I, L, D, M, E, M, да, выучил такие самые-самые базовые азы, скажем так, пока что это было в табуляции, вот, ну, а потом потихонечку, помаленечку, я попробовал уже классическое исполнение гитары, на басу чуть-чуть поиграл, на басу поиграл, причем, да, бас я, как бы, люблю, уважаю, я играю дома, у меня есть акустический бас, попробовал на клавишных поиграть, барабаны сразу не зашли, какое чувство ритма у меня есть, но почему-то барабаны как-то, ну, не знаю, стучать я люблю в других, в спорте, в спорте, я любил спортом очень заниматься, вот, сначала я в спорте, вот, и, как бы, медленно, но верно, я все-таки скатился обратно на то, что я хочу играть на гитаре, брал акустическую гитару, я сидел по 5, 6, 7, 8 часов в день, перематывал пальцы изолентой, у меня было все очень, очень запущено с руками, но, да, скажем так, я перерос этот момент потихонечку, помаленечку, вот, и потихонечку, потихонечку мне начали показывать более тяжелую музыку, более такую, скажем так, как это правильно сказать, ну, более уровневую, что ли, то есть, как бы, и я начал приходить к тому, то, что мне не интересно играть, ИНДМ, и я начал играть какие-то, там, нотные произведения, потом, после чего я понял, то, что мне это тоже не совсем интересно, и пришел к тому, что все-таки мне интересно, вот, именно, такое рифовое звучание, как, там, в металл-группах, в рок-группах, то есть, не когда просто играют аккорды переборами, или что-то такое, а именно, то есть, когда идет какое-то нагнетание в музыке, то есть, интерес, он просыпается, то есть, именно в тот момент, когда ты ее слышишь, то есть, изначально, вообще, в принципе, я эту музыку не слышал, и я раз послушал, два послушал, три послушал, и я такой, ребята, а как это мне сделать? И, вот, собственно, с этого, к этому пришел весь мой музыкальный путь. Здорово. Как это? Следующий? Ну, у меня путь, на самом деле, начинается с моих... Нет, я бы сказал, еще, если затронуть, у моих бабушек, дедушек, с обоих сторон, причем они играли в одной группе, группа называлась «Ровесник 73», по-моему, вот, у них была общая группа, потом у моих родителей в 90-х была группа у отца с матерью, отец, который с нами играет «Добасово» теперь, вот, у моего крестного с его женой, вот, и у них была группа в 90-х, в принципе, они так тоже неплохо играли, но в связи со мной, как бы, существование группы прекратилось, и как бы, на мои плечи легло, что мне надо, как бы, восстановить, я разрушил, надо восстанавливать, вот, и как бы тоже, где-то лет в 11 взял в руки гитару, начал сам учиться, там, что-то там, моменты подсказывал отец, сразу я просыпался и засыпал под «Арио», «Айрон Мэйден», «Хэллоуин», там, и много-много всего, да, со временем, сам что-то искал для себя, там, «Индастриал», да, «Симфоник Метал», «Панкуху», моя любимая группа, это «Олфспринг», вот, в принципе, вообще, я по ней фанатею, вот, но как-то все равно пришел к металу, мне какие-то ближе, потому что можно выплеснуть эмоции, все как-то, это «Пареща», наверное, ну вот, как-то такая вот, я прям, целое древо музыкальное, из бабушек к дедушек родителей. Ну, это здорово. У меня, кстати, путь был намного проще, то есть, я как-то тоже в районе детства, получается, ну, все начинается с детства, любая мотивация где-то в этом формате начинается вот в литературу. Я как-то увидел, что отец на штуках у друга сделал гитару, спел песню, и южеский интерес проявил себя в серии того, что, блин, прикольно, звучит классно, надо попробовать. В музыкальной школе, ой, в музыкальной школе, в обычной школе у нас был преподатель музыки Петр Семенович, замечательный мужчина, очень, на самом деле, прям, благодарен ему, потому что это был один из тех видов людей, когда ему не все равно, когда он видит там ребенка, и если ребенок хочет и тянется, он ему это даст. И вот так у меня появилась своя первая музыкальная группа, он там посадил какую-то девчонку на барабаны, сам играл на пианино, мне дал гитару, и мы, получается, после уроков каждый раз приходили музыкальный класс, и он нам ставил руки, чтобы мы все это хорошо играли, и потом был какой-то фестиваль песни, и мы играли первую песню в формате группы, то есть там девочку пил на барабанах, там, в этом сомнении играл на пианино, я играл на гитаре и пел там, и это было для меня просто какая-то феерия, я не знал, как это все работает, а мне было, ну, тоже 12-13, плюс минут, копейки. И вот с этого момента, соответственно, как только ты берешь какой-то такой инструмент в руки, всегда идет мотивация послушать людей, которые способны играть намного круче, а от этого вырастают ноги в сторону, ну, соответственно, такого рода жанра, как сначала рок, это вам хэви, потом и так далее, и так далее, и так далее, и чем дальше, тем все намного сложнее, интереснее. И уйти в спинуху. Да, 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 то есть я вот... С азиатами. Мне нравилась начало «Машина времени», я прям с детства по детям послушал в машине, мне нравились тексты Макаревича, все это было так-то душевно, потом пошел пубертатный период, хочется агрессии, там, злости, и так далее, пошли, соответственно, панкухи, металюхи, а еще как раз, например, на того года рождения дети, когда именно в наш период поднималась вся вот эта вот телега в плане металлов, металкоров, прогрессия так такого мира рока, когда начали показывать нечто более злее, чем было когда-либо, то есть, ну, да, А1, кстати, появился, альтернативный канал, и потом, соответственно, его загнули очень быстро, но это было самое, хоть и короткое, но самое крутое время, когда действительно можно было повозиться в мир действительно качественной, хорошей музыки, которая действительно качала, и, соответственно, получить ресурс в виде форматов, сколько их есть на самом деле, и сколько их ты еще не видел, тоже хороших исполнителей, и наших, да, потому что, кстати, вот именно тогда я первый раз в жизни увидел стигмату, потому что они вот там выступали на каком-то там закрытом мероприятии, и ровно по этому каналу, и все это было прям вовремя, скажем, подано для того, чтобы потом музыкальный вкус развивался именно в ту жанрику, но для меня никогда не было какой-то конкретной форматики, то есть я в данном случае больше меломан, потому что я слушал и от фолка там до Black Doom Metal, то есть если мне нравилось именно само исполнение, не вопрос типа жанрико качает, не качает, а если действительно это что-то такое, на что стоит обратить внимание, я обязательно послушаю, то есть для меня, кроме как громких там таких названий, ну прям вот ныне именитых которые всегда у всех в ушах на, я помню, не знаю, углу, да, такие как Slipknot, там Сепультура, там Металлика и много-много-много громких-громких-громких, я также слушал достаточно в низком положении рынка, Underground, Сайленс, Сайленс, в том числе, послушайте Сайленс, ребята, послушайте, но в нижнем случае не одни и не дома, и не трезвые, и не трезвые, это все очень страшно, но даже вот такого жанра группы, как Сайленс, рометность быть, потому что с помощью них появляются некоторые эксперименты, которые становятся вполне удачными, для меня показателем были ребята из Teamata и Lake of Tears, мне действительно нравилось то, что достаточно поудобная такая составляющая музыкальная с небольшими там вставками экстрим-вокал в виде Харша все пропивалось и все было вроде как бы и в душу, и при всем при этом немножко агрессивно. Другие же там группы наоборот выбивали полноценную там агрессию, панкушки классные, там Oskling мне очень нравился, я даже там пару-тройку альбомов действительно полноценную покупал, лицензированных, потому что хотел с группой поддержать, действительно круто. Потом пошли такие полупопсовые San Fetiland, там панкушки Да, блинг точно. Ну, на самом деле пока вот именно что самое крутое в нашем жанре, в нашем возрасте именно как мы проходили через все это, именно в наше время появлялись эти ребята и прогрессировали в узло на нынешний уровень. То есть мы прям скажем прям дети пошли по стопам дети той жанрики, которую играем сейчас. Потому что эскалация была вот ровно при нас. Так что так. Ну, здорово. У меня история не такая радужная и интересная, но довольно противоречивая. Вы обилипал как-то выставляли? Нет, у меня была ситуация такая, что я терпеть не мог музыку. На самом деле изначально, класса до шестого, я ходил в музыкальную школу и обучался на клавишах, фортепиано, вот, изучал сальфеджио и даже один раз, я помню, чтобы просто не идти в музыкальную школу, я специально застрял в лифте, я прыгнул и просто не пошел в музыкальную школу, очень сильно ругался, но я ходил в музыкалку из-под палки, и вот эти клавишные, они меня очень сильно вымораживали, я думаю, зачем мне это нужно, ну, что я тут делаю? Вот, пока в один прекрасный момент в моей жизни не появились такие две группы, для меня очень знаковые, родные, как «Скиллет» и «Рамштайн». До этого момента я музыку не слушал, в принципе, мне это было не особо интересно, но когда я услышал молотковый бит ударника из «Рамштайн» и классные, прогрессивные на тот момент партии группы «Скиллет», я понял, что барабаны это именно то, чем я хочу заниматься. А масло в этот самый огонь, который во мне начал разжигаться, масло в огонь побил как раз на удивление наш вокалист Александр, потому что гитариста, изначально барабанщик. он же мультиинструментальный парень, и так вышло, что в нашей школе, где мы учились, была комнатка, где Саша репетировал со своей школьной группой, и я услышал священные звуки барабанов на другом конце коридора нашей школы, и мне стало интересно, а кто там играет? так классно. Я открыл дверь, а там Саша сидит играет с ребятами, и тут я понял, что вот это именно то, что я хочу, это именно тот стиль, это именно то направление, это тяжело, агрессивно, быстро, да, качево, и я понял, что клавиши я как бы, да, задвигаю абсолютно, вот, вплоть до там зрелых уже там каких-то лет и прочее. Да. А барабан начал осваивать очень плотно, как раз, начиная вот именно с шестого класса, и по сей день вдохновляют очень сильно такие вот опять же коллективы, как Рамштайн, Скиллет, в основном это был для меня милый сердцу индастриал метал, такие группы, как Fear Factory, да, там, в какой-то степени, Static X, Godsmart, такие знаковые команды, команды, которые в своем звучании имеют четкий ровный бит, да, агрессивный вокал, грувметальную составляющую, да, которые как раз вот выплескивают свою энергию настолько, что ты понимаешь, да, вот у тебя посыпается вкус жизни, ты готов качать и идти к новым, к новым совершениям, поэтому я премного благодарен Александру за то, что он сподвиг меня заниматься барабанами и очень меня сильно замотивировал. А потом, кстати говоря, знания по клавишам мне очень пригодились, потому что в группу пришел Мирон, да, клавиши очень пригодились, мы с Мироном стараемся иногда там партии, думаем, как, да, обыграть наши песни с помощью клавиши. Ну, как задрочить гитариста. Так что вот как-то так, как-то так. Ну, здорово, интересные истории. Вот. И возвращаясь к, собственно, творчеству группы, вы выступали на юбилейном концерте группы Краш-Тест, где я с вами и познакомилась еще в феврале. Вот. И расскажите, как вообще познакомились с ребятами и как вот в эту движуху вписались? Мы выступали на Эмергенза, фестиваль. Мы вышли, как бы, в финал. Мы играли в одном финале. И самое интересное, что мы заняли одно и то же место, по-моему, восьмое. Восьмое. нас постоянно, как только что-то устраивают, прям первым делом он отписывается нам, как бы, обычно в вопросах лишних не задаю, говорю просто да, как бы, не вопрос. Мы с вами уже давно, уже, получается, третий год пошел, как мы с ним играем. Ребятам из Краш-Тест, привет, кстати. на все их движухи мы с удовольствием приходим. Ну, здорово. Кстати, вот, у меня было интервью недавно с Мишей Сидоренко, вот с Димой тоже списывались. Спрашивают тоже, вот все про, когда в Питер, когда в Питер. Так вот, раз по одному это тяжело ехать, собрались бы, и фестом приехали в Питер. Замутили бы здесь. Подумаем, краски, может быть, сейчас примерно приценим себя, прикинем, как, чего и когда, и действительно, может, с ним мы спишемся и решим этот момент. Хорошая Москва приедет. Да. Да, было бы вообще здорово. Туда же можно и Дэд Хевен, которые с вами тоже играли, они тоже все хотят в Питер. Ну, в принципе, почему нет? Не вредно? Можно, можно. Не, ну, надо еще место привлечь, питерский, кого-нибудь обязательно как-то без местных никак. А то гости, а куда едем? Да, ну, местных тоже подключить можно. Правда, вот из такого тяжеляка я не особо знаю, вот, но есть металл, но такой, полегче. Ну, что? Я знаю команды, некоторые питерские, тяжелые, поэтому, в принципе, можно как-то с ними состыковаться. Ну, вот. Даже если по-то, ну, что? Border of Heaven им питерские, по-моему. А, да? По-моему, да. У них вообще существует, кстати говоря. Да, двух часов. Короче, осталось только собраться. Да, сейчас побольше присутствую. Мы уже на низком старте. Мы по факту уже, на самом деле, если по-честному, то вот, моих, которых не хватает, я чемодан собираю. А, воно что. Ну, отлично. Ну, тогда ждем. Правда, я кольцом немножко в объезд, в объезд, да. Это хорошо. Вот. И получается, то есть вы довольно часто выступаете на разных фестивалях. А сольные концерты вообще даете? Пока нет, но это прям в ближайшей перспективе. Очень думаем. Причем ввиду того, что забегаем немножко вперед, мы сейчас готовим новый материал, абсолютно крутейший. То есть это вопрос не в рекламе, вопрос в том, что сравнение того, что мы делали, того, что делаем сейчас, это прям абсолютно колоссально другой формат, совершенно иной уровень. И вот мы хотим сделать как раз таки полный сет нового материала, сделать как раз скидок из второго альбома, и вот к нему мы сделаем полноценный сольник. Ну, здорово. Треки из первого альбома в перемешку с треками с второго. Ну, про альбом тоже хотел поговорить, но предлагаю сейчас прерваться на песню. Следующая у нас композиция In the Darkness, если правильно произнесла. Вот, о ней тоже расскажите вкратце, что за песня, кем была написана. 300. Ну, да, это, я ее написал, во мне было очень много эмоций, да, там были определенные события в жизни, поделился там частично, да, там, с барабанщиком, и я говорю, вот, меня рвет, я говорю, сделай, вот, красиво. и там текст очень сильный, прям, очень сильный, и она мне очень близка. Мы ее сейчас очень редко играем, как бы, она более такая, ну, студийная, она для прослушивания, это более личная, наверное, чтобы просто послушать, погрузиться в атмосферу и послушать. Вот, она идет по нарастанию, как бы, там, по факту этой песни вся боль, она есть, начинается, как бы, потихонечку, постепенно, постепенно все серьезнее и серьезнее, как бы, и жестче. Ну, интересно, истории заинтриговали, поэтому слушаем. Итак, сейчас в прямом эфире на Радио Шок прозвучала композиция группы Карабос, и следующий вопрос, соответственно, сейчас вы упомянули, что пишется новый альбом, так? Ага, он будет также англоязычным, да, получается? Вы киваете, но можете еще... А, да, у нас это, немножечко тут были проблемы со звуком, поэтому вас было не слышно. А. Вот. Да. Соответственно, а не хотите ли там, не знаю, добавить, как вот перед эфиром говорили там, на испанском, на немецком, может быть там, на французском металл забабахать? Не здесь. Не здесь. Это, и все, что связано с экспериментальной составляющей, это будут уходить уже больше как синглы, то есть отдельными группами, с альбомами. Может и пи. Или пи, да, но никак не связано прямой с альбомами. А. А уже известно, сколько песен войдет в альбом? Пока нет. Нет, неизвестно. То есть... Процесс заморозки, но его сложно остановить. Да. Если прет, то прет, там нет предела совершенства, как говорится. Ну, это логично, да. А есть примерно дата выхода, или пока вот это все только так? Нет, тоже нет. Понятненько. А пишите... очень важный момент. Сейчас на концертах, как раз последний, вот то, что мы сейчас играем, и вот сейчас четвертый, то, что будем играть, мы потихонечку их начинаем играть на сцене, поэтому те, кто хочет услышать, приходите, потому что мы будем их именно обкатывать в режиме реального времени. Это здорово. То есть, да, еще у жителей Москвы есть шанс услышать эти песни вживую до выхода. Но в целом есть у всех. Уж шанс услышать. У нас вышли два лайва с концерта, вот, собственно, 4 февраля, да, у нас там было. Там это две новых песни. Да и в целом билеты в Москву недорогие. Ну, в принципе, да. Но опять же, смотря откуда, например, там, не знаю, с Владивостока, наверное, будет сложновато. Нас же слушают со всей России. Вот. Но вот из Питера, да. Все равно приезжайте. Не думайте об этом. Мечта бесценна. Да. Если восстановить. Да. А тут же так рекламу. Так, а планируете ли фиты с кем-то, либо вот только сами? Хороший вопрос. Ну, обсуждалась-то тема. Много раз об этом поднимали тему, говорили, но пока что нет. Потому что был нюанс один раз. Мы хотели договориться с группой Вероника. Вокалистка Вера как раз-таки предложила сделать определенный фит. Мы хотели под это дело отдельно сделать трек, чтобы под ее вокальные данные собран один составляющий концепт, под меня другой, все это соединить, и была бы пушка. Но из-за того, что мы не состыковались во времени, у них уже там была... Они, по-моему, победили в революшне, да? В революшне. В революшне. В революшне, да. И им уже нужно было выезжать в тур. То есть, как победителям там был какой-то спектр, да, таков там и тур, и еще что-то. Вот. Мы не состыковались, а сейчас уже совершенно другой график раз, и во-вторых, уже с нынешним форматом уже не актуально. Немножко не тот формат у нее у бокала под свежий материал, поэтому пока что нет. А вот, например, из старых песен что-то не хотели бы перезаписать там с кем-нибудь? Перезаписать нет, да и, честно говоря, вообще уже не хочется трогать старый формат, который с кем-нибудь за счет того, что сильно в голове переросли бывшие вот эти прошлые задумки, мы их уже реализовали, сделали, и идем только вперед, туда не оглядываемся, максимум только в случае, если народ хочет их услышать на бис. То есть, в остальном, пока что мы не просматриваем наш старый материал. Максимум, что может быть, это прям максимум, может быть, какой-то трек мы сделаем акустический. Ну да. Это эксперименты. Ну, тоже, кстати, интересно, потому что в акустике звучит все совершенно иначе, и интересно воспринимается и на тех же концертах, и можно же и акустические концерты потом давать целые. Можно. Мы думали об этом. Может быть, мы станем форматом? Когда-нибудь, да. Как только пристанем акустику. Сразу. О! Вертаем надо. А вдруг? Нет. Мы станем форматом. Еще текст на русском переведем. О, это вообще. На радио Шансон поедем. О! А внутри главы. На наши. Ой. Упс. Упс. Да. А планируете ли клипы снимать такие прямо, чтобы там сюжетные или какие-то такие? Да. Есть уже песни, на которые хотели бы снять или пока это все просто хочется клип? Да. Как вы? Но пока все в полутуманном формате. Рассказывать пока рано ничего не будем. Пусть это будет лучшим сюрпризом для тех, кто только о нас сейчас узнал и для тех, кто о нас уже знает, потому что клип сам по себе. Мы много делали этих водных видео и с этими всякими эффектами крутыми. Сейчас же все абсолютно иначе и песни, которые мы хотим делать, они как раз из свежих, то есть которые будут входить уже во второй альбом. И, соответственно, клипы на них также у нас сейчас в задумке, в задумке, в задумке все строится потихонечку. Но никакой конкретики пока сказать нельзя. Да. Как анимент-рибут, так сказать. Да. Это уже кто? Ну, хорошо. Это как раз-таки повод слушателям зайти в официальную группу Корабус и посмотреть всю информацию, подписаться. И это интервью также выйдет в запись, естественно, в группе Радио Шок, куда тоже можно зайти будет посмотреть, там все ссылки останутся, и в группу Мою Курлыкающий Металист. Вот. Где также это интервью выйдет в видео и аудио формате. Такая минутка саморекламы. Да, да. Жорик, привет. Да, Жорик, он где-то здесь пролетал рядом. Где-то летает по помещению. А вы своими силами пишите альбом, вот клип планируете, либо прибегаете там к крауду? Нет. Пока что все своими. Пока что все потихонечку своими силами, но опять же... открыт. Ну, сейчас это пока все в процессе. Как бы мы думаем, ну, кого подключить, да, какие ресурсы подключить. Как бы это все обдумываем, чтобы это было качественно, красиво, красивая картинка. Вот. Так что пока это все производство. Опять же, возможность каких-либо эффектов, да, что-то разрешено, что-то не разрешено, и как-то это максимально реализовать. Понятненько. А где в ближайшее время, помимо вот фестиваля 4 июня, можно будет вас увидеть? Ну, сейчас пока еще не думали о будущих концертах. Надеюсь... Королев, станция Волшем. Почти, почти регулярно. Да, да, да. Обычно мы всю информацию о грядущих концертах сразу же бросаем в ВК, да, делаем пост, его там можно будет найти, посмотреть, и вся информация обычных травм. Все-таки сейчас рассчитываем больше, сейчас лето, пора все-таки опен-эйров, а не клубов, и все-таки рассчитываем, что куда-то нас все-таки задесет. Да, скажут, что мы формат. Да, скажут, что мы формат. А вот, кстати, раз говорят вам, что они формат, не думали ли свой какой-нибудь фест замутить? Сейчас многие группы такое делают. Да, и вот, кажется, по этой причине мы и говорим по поводу того, что мы сделаем второй альбом, сделаем сольник, и вот после вот этого уже будем думать про фесты. То есть мы потихонечку плавно приходим, то есть как и было с первым альбомом, мы потратили на это много времени, но на итоге сделали достаточно качественную историю. И вот здесь то же самое, торопиться не хочется, потому что, во-первых, там какие-то очень важные нюансы, которые просто проморгаем, а в дальнейшем уже будет сложно либо как-то что-то поменять, либо внести в правильное русло. Поэтому мы все делаем правильно, поэтапно, но так на каждом шагу был четкий фундамент. Ну, в принципе, да, как раз по факту вас можно назвать начинающей только командой, поэтому идете так четко и уверенно. Вот, ну и от вас приглашение на концерт, собственно, на фестиваль 4 июня для всех слушателей, которые находятся в Москве, в близлежащих городах и кто пожелает приехать в столицу. Конечно, конечно, всех ждем, приходите, оторвемся, порвем клуб, клуб Метсо Форте, дадим звуком массив, прям все будет здорово, от нас, со сцены шоу, подача, ребят, все для вас, приходите, ждем очень. Только не в белых клубок, на всякий случай. И не в розыске. Драсскод? Локальная шутка. Может, что-то полиция. Да. Что-то может. А потом и случайно не раздираться, а вещь могла бы быть дорогой. В общем, приходите, все своими глазами, и одежды. Да, обязательно. Вот, собственно, эфир у нас подходит к концу. Программа называется «Рокология». Такой вопрос, который задаю всем. Как ваш персональный рецепт, как избавиться от всех болезней посредством музыки? Слушать нашу музыку? Самое лучшее лекарство. Слушайте только качественную музыку, да? Без скобочки, да? Карабас. Карабас, да? Не, на самом деле, все достаточно просто. Для каждого типа эмоций всегда есть музыкальный жанр. Когда тебе грустно, когда тебе хорошо, когда тебе весело, когда ты с друзьями, когда ты агрессивный, когда ты агрессивный. Для всего всегда это есть музыкальный план, музыкальный концепт, при котором тебе становится еще лучше музыка вообще в нашей жизни. В нашей жизни она настолько приятная такая специя дополнения, при которой любое ощущение усиливается в сто крат. Поэтому, как и сказал Николай, чуваки, слушайте качественную музыку. Главное, качественную. И не забывайте... У нас немножечко в гостей связь прервалась. Малость ребята подзависли. И, видимо, надеюсь, что отвиснут, но похоже этого не произойдет. больше с жанрикой для прослушивания, тем больше вы способны ответить на себя в любом формате. Поэтому музло в англос что-то случилось. Так, сейчас уже все хорошо. Сейчас вас уже слышно. Слышно нас? Да. Понятно. О! А что мы там остановились? Слушать только качественную музыку. Да. Объект технологии позволяет слушать любую музыку. Сказал, хочу слушать лирику, играть лирика, хочу слушать злую музыку. Слушать злую музыку. Поэтому да, именно так. И в принципе у нас осталась последняя песня. У наших гостей видимо проблемы с интернетом. Вот. Собственно спасибо всем, кто нас слушал. всем хороших выходных и отличного настроения. Готовы? Давайте, ближе к центру. Летт го! Каман, каман! И на шоку, летт го! летт го! Летт го! Летт го! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok